В сентябре я очередной раз съездила в город Руссе, который еще в начале 20 века называли Болгарской Веной. Я уже рассказала о своей прогулке по центру Руссе, о речной прогулке на кораблике по Дунаю между Болгарией и Румынией, а теперь побродим по остаткам римского форта. Крепость находится в северо-западной части современного Руссы и возвышается на высоком холме над Дунаем. Сегодня она является музеем под открытым небом, частью постоянной экспозиции Русинского исторического музея. Всегда доступна для посещения. Стоимость входного билета 2 лева, 1 евро. Мощнейший форт, построенный римлянами в первых веках н.э., разделил судьбу всей Римской империи. В начале 7 века он был разрушен пришедшими сюда славянами и аварами. В 9 веке в эти места приходят болгары и создают здесь свое поселение. Время стерло память о римском укреплении, и его остатки были случайно обнаружены в начале 20 века, когда во дворе военного клуба начали проводить строительные работы. Первые археологические исследования на территории крепости начались тогда же братьями Шкорпиловыми, основателями научной археологии и музейного дела в Болгарии. Раскопки перманентно ведутся и по настоящее время. Благодаря этим исследованиям постепенно восстанавливается история форта. Римляне появились в этом регионе, заселенном тракийскими племенами, в 1 веке при императоре Веспасиане. Он правил с 1969 по 1979 годы. Но это тот самый, который для пополнения бюджета империи ввел налог на общественные туалеты и в ответ на упреки своих оппонентов запустил в мир крылатую фразу «Деньги не пахнут». Пришедшие в устье Дуна и римские легионеры сразу оценили стратегическое значение этой местности и разбили здесь укрепленный военный лагерь. А на отвоеванных у тракийских племен территориях создали провинцию Мизию или Мезию по названию одного из тракийских племен. Но наиболее воинственные местные племена, даки, не хотели мириться с захватчиками. Доцебал, правитель даков, вторгся со своим войском в Мизию. Началась война. И император Домициан, это сын Веспасиана, который правил с 1989 по 1996 годы, усилил местный военный гарнизон. Их не было виноватой. Форт, получивший название Сексагинта-Приста, то есть пристанище 60 кораблей, постепенно все больше укрепляют и расширяют. Здесь действительно римляне создали 60 специализированных мест, куда причаливали 60 судов, общий экипаж которых составлял 6000 человек. Римляне всегда очень основательно обустраивались на завоеванных землях. На территории крепости найдены остатки крепостной стены с башней, фундаменты храма, посвященному Аполлону, здания военного штаба, принципиата, административных и жилищных построек. После окончания срока службы воины-ветераны чаще всего оставались в городе-крепости, строили здесь себе дома, создавали семьи. В 2006 году археологи обнаружили остатки римского военного корабля 4 века. Сражаться римляне предпочитали на суше, но для того, чтобы стать хозяевами Средиземноморья, им пришлось освоить и корабельные премудрости. Очень активно корабли использовались для перевозки солдат и различных грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности военных карнизонов, находившихся на удалении от столицы. А здесь, на границах империи, быстроходные суда необходимы были и для выполнения оборонительных функций. После окончания войны с Даками форт Секстатинто-Приста становится частью целостной оборонительной системы Римской империи, созданной при императоре Трояне. Ее называли Дунайский лимес. То есть Дунайская граница. Это был маленький кусочек Рима, искусственно вставленный в местное географическое и социальное пространство. Жизнь местного гарнизона шла в соответствии с законами и укладом далекой митрополии. Носили свою традиционную одежду, готовили традиционную римскую пищу, пели свои песни. Мастера изготавливали оружие и различные предметы обихода. На рынке шла бойкая торговля домашними животными, рабами и гладиаторами. Сегодня посетители музея под открытым небом могут пройти по улице крепости, идущей вдоль Дуная, подняться на трехэтажную сторожевую башню. Там есть специальный лифт для людей с ограниченными возможностями. Рассмотреть макет судна, на котором плавали римские войны. И посетить бункер времен Второй мировой войны. Германия, Румыния и Болгария в то время были союзниками. И как раз на месте бывшего римского форта был сооружен немецкий бункер. Из него прекрасно просматривался и обстреливался фарватер Дуная. Ну а сейчас приведенные в порядок помещения бункера используются для размещения экспозиции артефактов, найденных во время археологических изысканий. Закончилась наша очередная небольшая экскурсия по историческим достопримечательностям Болгарии. Если вам понравилось путешествовать вместе со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажав на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и загляните на плейлист, посвященный моим путешествиям, чтобы выбрать, куда вы еще захотите отправиться вместе со мной. Субтитры создавал DimaTorzok